В Нижегородской области освоили новый способ по воспитанию своих родителей. Чтобы проучить папу и маму, они просто убегают из дома. В Шахуне из-за двух подружек, 8-летней Алены Беляковой и 9-летней Снежаны Давыдовой, по тревоге были подняты все правоохранительные органы. Их искали весь вечер и ночь, нашли под утро, на заброшенном сеновале. Когда их привезли домой, они сразу уснули, а проснувшись, попытались спросить прощения у родителей. Мам, прости меня, пожалуйста. Это еще повторится? Угу. Точно? Точно. Обидно. Я ради ребенка стараюсь, стараюсь, тут одеваешь, кормишь же, устаешь на работе. А мне вот так вот нас винячат. Тебе всего 9 лет. Всего лишь 9 лет. Дальше что будет? А? Ничего. Мы очень переживали, всю ночь искали их. У нас несколько патрульных машин ездило по всем деревням. Утром мы разделились, тоже стали проверять все заброшенные дома. Утром мы садили все на вало. Одна девочка плакала, потому что не хотела ехать домой в связи с тем, что у них дома были проблемы с родителем. Дома произошли конфликты. У них стала плохая успеваемость в школе. На фоне этого родители стали девочек маленько воспитывать, что нужно учиться лучше. Девочки восприняли это маленько в штыки. Ну они просто получали по заслугу. То, что они слушались, воровали и обманывали. За это и было наказание. Бывало, ругал, что за двойки там, за что-нибудь. Ну наказывал, блять не отпускал. Уроки заставлял делать, читать книжки, что еще. Ну, блять, ну за все-то 8 лет, ну раза два будем, ремнем хлопнул. И все. А тебе не жалко у своих родителей? Ремка. Ты не думал, что они будут тренироваться? Не думал. Такого не было одной 8, другой 9, чтобы взять и уйти из дома. Этого не было. Как-нибудь накажете ее за этот поступок? Нет, даже ругать не буду. Почему? Еще что-нибудь вычудить. Вот точно так же на этой неделе поступили и дети в Лукояновском районе. Четверо братьев и сестер загулялись, вымокли. Причем гуляли они в заброшенных котлованах. То есть там, где опасно и гулять нельзя. И вот чтобы избежать наказания, домой они тоже не пошли. А решили сбежать и переночевать в заброшенном сарае. Отыскали их поднятые по тревоге сотрудники спецслужб. Как сказали дети, они не хотели, чтобы родители их наказывали. Потому и решили сбежать. Вот такой вот способ решения своих проблем.